Итак, привет, друзья! Всем обещал показать обучалку по маховому, то есть колесо без рук. Итак, основные аспекты, на что обращать вам внимание. Естественно, этот урок я записываю для тех, кто уже освоил колесо отлично, через две руки, и, скорее всего, через одну руку у вас получается уже идеально хорошее колесо. Тут не будет обучающих в этом ролике, как делать обычное колесо. Как ясно из названия, махово, за счет чего делается? По лучшей части, конечно, оно за счет закидывания маховой энергии за голову с небольшим толчком. Подбиваем руками наверх, либо их внизу уже оставляем для более безопасного выполнения элемента. Вот, и вторая часть, скажем так, закурбетная. То есть нужно успеть ногу маховую, первую, которая у вас махнула, успеть подставить как можно ближе под взгляд свой, либо под руки, которые могли бы встать там на ваше колесо. То есть чем короче, чем быстрее вы сделаете мах, обернете ногами вокруг своих плечей, скажем так, тем более удачно получится. Потому что зачастую те, кто уже почти выполняет, но не хватает, допустим, в конце руки подставляете, скорее всего это из-за того, что вы вторую часть не дорабатываете. Спешите себя страховать руками, думаете, что вот земля близко, ну, пол, ковер, там, помост, где вы делаете. И вы думаете, что вам что-то не хватает, и вы раскрываетесь, руки выставляете, подстраховываете себя, ну и разваливаетесь, не доделывая вторую часть махового колеса. То есть таким людям, таким ученикам, да, просто рекомендую, ну, не то, что привязать руки к себе, ну, думайте, что ваши руки привязаны, и они не имеют права никак становиться на пол. Вот. А работать, думать о том, чтобы ваша маховая нога стала как можно быстрее и как можно ближе под себя. То есть курбетное движение нужно доделывать, дорабатывать. Есть и ошибочное мнение, что чем больше разбег, наверное, чем сильно вы разбежитесь, тем, наверное, будет легче вам выполнять. Ну, я думаю, это не так. Маховое без рук, да, колесо, оно выполняется с места, с одного шага, можно с подскока, с вальсета, там, ну, можно и с разбега, если захотите, но суть от этого не меняется. И сложность выполнения элемента тоже, ну, никак не влияет в ваш разбег на это. Ну, конечно, возможно, но психологически будет морально оказаться, что если вы больше разбежитесь там, поскольку хорошее сделаете, может быть, легче и будет. Скорее всего, особенно если вы будете прыгать в яму с высоты какой-то, что-то это вам даст. Ну, вы тогда не сможете правильно акцентировать внимание на мах хороший, на толчок, ну, на технику. И в дальнейшем, наверняка, не сможете в любом месте, в любом помещении, там, на земле его тогда сделать. Все-таки вам нужно учиться больше с места его работать. Итак, первое движение. Еще раз объясняю для тех, кто уже умеет хорошо колесо обычно выполнять. Первое упражнение выполняем как можно быстрее через одну руку, как можно ближе, короче, его делая это колесо. То есть шагнули, руку поставили, и ваш таз должен оставаться над вашим плечом. И только ногами обгоняем, скажем так, наш центр тяжести. И ставим ногу, подбиваем, пытаемся ногу поставить вместо вашей руки. И быстрее поднять плечики наверх. Далее, пытаемся отработать с выпада мах-толчок. Мах руками, толчок. С выпада делать колеса тоже как можно компактнее, на одном месте под себя в длину не лететь. Если вы будете в длину плечики уводить, то, значит, будет теряться часть вашей высоты. Поэтому, если вы не умеете особенно с выпада делать колесо, значит, вам еще рано. Вам еще нужно нарабатывать толчок, особенно с этого неудобного положения. Работать ваша стопа, чтобы отрабатывала хорошо, до конца доталкивалась, с носка доталкивались. Далее, можно поставить небольшую высоту, гимнастический мостик, ну, любая, что у вас высота есть, там, маты, может, какие-нибудь, ну, желательно, чем-нибудь из твердого, на что можно опереться. Ставим руку на небольшую высоту, делаем то же самое упражнение. Делаем колесо, как можно ближе ногу к маху к себе подбиваем, с руки, ну, отталкиваемся, курбетное движение делаем. Суть этого упражнения состоит в том, что на высоту определенную запрыгнуть тяжело, то есть отрабатываться толчок вашей ноги, ну, в неудобное это положение, чтобы вы в дальнейшем могли, думая, что вам на эту высоту нужно запрыгнуть, вы могли выталкиваться, то есть для того, чтобы вы плечи совсем вниз не опускали и непонятно куда вниз не толкались, а пытались все-таки немножечко подзакинуть таз наверх. То есть для этого, эта высота небольшая становится. Далее, когда со всем этим вы уже справились, вам все подводящие упражнения даются вполне легко, и вы уже вот-вот уже думаете, что вы прыгаете классно, крутятся ноги вокруг таза уже отлично, скорость у вас есть, то можно работать с высоты, то есть на скок, на высокую опору, ну, либо с высоты, просто на низку, в яму там работать. И пытаясь руками не раскрывать себя. То есть руки нужно, ну, для новичков мы руки снизу, сверху вниз подбиваем, руки здесь внизу держим, и держим их до конца, пока лицом вниз не упадете. Ну, желательно лицом вниз не падать, а делать курбетное движение. Потому что колесо маховое, там пол, ну, помост всегда будет возле ваших глаз очень низко. Практически никогда вы не будете чувствовать большую высоту и безопасность, скажем так. Даже я, когда сейчас прыгаю к колесу, мне всегда кажется, что я сейчас носом протешу ковер. То есть нужно потерпеть и держать руки до победного. Ну, некоторые тренера вообще связывают там руки детям за спину. Ну, как бы я противник такого. Также можно это делать с поддержкой тренера. Тренер поддерживает под тазовую косточку, если есть такая, конечно, возможность, чтобы таз вниз не уходил. Ну, зачастую толчок очень слабый, и с этого положения очень тяжело толкнуться. Поэтому, как я и говорил ранее, отрабатывайте толчок с неудобного положения. Котову такой, как с выпада толчочек вместе с махом ноги. Немножко неудобно, но это нужно делать. Еще одна техника выполнения этого элемента, особенно касаемо мах руками. Куда их девать, обычно зачастую дается вопрос. Как я сказал ранее, либо их можно внизу оставлять. Это вполне удобное положение, и тогда обращать внимание на одни ноги вокруг. Вашего таза, как они максимально быстро замахиваются и делают короботное движение. Либо, что немножко придаст вам небольшой высоты, грации, великолепия этого элемента, когда руки у нас сверху ходят, и на мах ногой у нас руки тоже вымахивают в сторону, и наверху они остаются. Ну, потом, когда мы уже приходим, конечно, руки уже возвращаются вниз, наверх, куда вам удобно. Этот подбив руками тоже дает какой-то там сантиметров 5 лишней высоты и подъемной силы. Также хорошо развивает резкость, мощность маха, когда вы, допустим, отрабатываете ваши отдельные махи, там, в подкачке, в разминке, надевая грузики на ноги, но также добавляя сопротивление в виде резиночек основных. Ну, резинку я, к сожалению, подобрал та, которая была, но желательно по вашим возможностям свою силу сопротивления подбирать. И работать, допустим, 20-30 махов сзади, подходик работая, потом плюс удержание добавлять в конце каждого подхода обязательно, соответственно, на каждую ногу. Итак, друзья, для вас постарался записать полезный урок. Надеюсь, для вас была реально ценная информация. Буду вам благодарен, признательно, если вы поставите лайк. Не забудьте прямо сейчас подписаться, не забывайте. Пишите в комментариях, что для вас было там инсайтом, что новое узнали, что полезное, что будете применять. Можете скидывать ваши видео мне в Инстаграм, меня отмечать. Я буду разбирать ваши ошибки, выкладывая свои сториз. Ну, кто учит маховое колесо. Если вы хотите какой-то элемент, чтобы я бы опять разобрал, пожалуйста, тоже пишите комментарии, делитесь своими интересами. Всем пока-поговори! Субтитры сделал DimaTorzok